Всем привет! Сегодня я приглашаю вас к себе на кухню готовить вместе со мной гранатовый салат. Салат, я думаю, не новый. Скорее всего, вы его знаете под названием гранатовый браслет. Но я, честно, когда вот стала для вас, думаю, буду снимать этот салатик, решила заглянуть. Может, похож он, не похож. Просто это как по слухам слышала, вроде бы как ингредиенты одни и те же. И посмотрела, действительно, оно так и есть, все те же ингредиенты. Единственное различие в одном. В салате гранатовый браслет лук жарится, а в моем маринуется лук. Этот салат я узнала 18 лет назад. Я вспоминала, сидела как-то и вспомнила, что у моего сына тогда было годика два, когда я первый раз его попробовала и узнала. Сейчас ему 20 лет. Значит, 18 лет назад я узнала про этот салат. И вот когда я его тогда готовила, он у меня был вот в такой интерпретации. Так что давайте расскажу вам, какие ингредиенты нужны. Делала я все, как всегда, на глаз, потому что в то время я попробовала, мне просто сказали, ну, даже не сказали, я уже и так сама поняла, какие там входят, какой состав. Просто рассказали, какой очередности идут слои. Все, быстренько, быстренько, так. У меня здесь 4 яйца, грудка, 5 вареных морков, моркови, морковок и 2 картошки вареные. Здесь у меня 3 свеклы. Свеклу, девочки, тоже я готовлю немножко необычно. Ну, не то, чтобы немножко необычно. Обычно отвариваю, я даже не так. Я ее не отвариваю. Она у нас уже здесь продается вареная. Но так как она запечатана вот в этом вакуумной упаковке, еще вот с этим вот бульончиком, росочком свекольным, она становится какая-то водянистая и, ну, даже на цвет некрасивая. В России сейчас так не делается. У нас вот, я не знаю, я думаю, что в Италии, во Франции, наверное, скорее всего, тоже так же делают. И вот для тех девочек, которые живут за границей, скажу, как я делаю свеклу. Я ее достаю уже вареную и запекаю. Запекаю тоже на глаз где-то от полчаса до часа на 150 градусов. Включаю, и она становится вот такой бордовой. От нее, видите, даже руки практически не пачкаются. Она такой сахарная становится, такой насыщенной. И винегрет, вот когда делаешь из такой свеклы, там нету что-то... Там видно, что картошка отдельно, морковка отдельно, свекла отдельно. Он разноцветный. А когда вот просто вареную свеклу сделаешь, вот этот он соком весь, винегрет пропитывается свеклой, и такая получается каша однородного цвета. Поэтому свеклу я запекаю. Три свеклы. Здесь у меня полторы средние луковицы замаринованные. И один большой гранат. По рецепту, ну как там написано примерно, два граната нужно... Заговариваюсь, тороплюсь. Нужно два граната, но я сделала один. Мне кажется, один, но большой. Если два, то таких средних. Гранат у нас здесь, девочки, не очень симпатичный. Мне здесь не нравится гранат. И я как бы... Ну, салат получается вкусный, но не такой вкусный, как вот из наших, из этих бордовых гранатов. Здесь у них сорт вот такого белого граната, который просто как аскорбинка сладкий. Нету вот этой кислинки, какой-то вот вкуса, вкус другой. Но все равно приходится делать. Из этой последовательности слоев я вам расскажу, вернее напишу, что я вообще сегодня заговариваюсь. Напишу под видео, в каком порядке идут слои. А сейчас приступим. Я сейчас все натру, нарежу и приступим к заполнению салатника. Ну, все, я накрошила, нарезала, натерла. И приступим к заполнению. Там, ложечку надо взять. Первым слоем у нас идет свекла. Первый слой свеклы. Ложим. Я даже не знаю, вот буду смотреть, сейчас вот на глаз, может быть, даже мне вся свекла не пригодится. Потому что, говорю, делаю все на глаз. Ну, так, на глаз, потому что не так сложно. Нужно соблюдать, чтобы все слои были практически одинакового размера. Ну, плюс-минус там чуть-чуть не столь важно. Да, я думаю, что свекла у меня вся не уйдет, останется. Вот, я думаю, что достаточно. Практически двух, две картошки. Даже двух картошек много будет у меня. Скорее всего, уже вижу на глаз тоже. Так, вот свеклу мне это вот хватит. Кремлю. Ну, куда без этого. Так, майонез выкладываю. Ой, калорийный. Ну, ничего. Иногда можно расслабиться. Так, затем у нас идет немножко гранат. Я гранат не весь ложу сверху. Я его вот делаю тоже как бы слоями. Каждый слой програначиваем. Вот так вот. Слегка, слегка так присыпаем. И дополняет вкус граната маринованный лук. Он, когда промариновался, он стал тоже таким кисленьким и сочным. И, ну, не скажу, чтобы прям по вкусу похож на гранат, но дополняет, скажем так. Следующее слово у нас идет картофель. Ложим картофель. На гранат. Тут какие-то немножечко попадаются несимпатичные. Несимпатичные какие-то вкрапления попадаются. Так. Да, видите, и картошка еще не вся ушла. Поэтому, девочки, делайте на глаз. Или, ну, ищите рецепт в интернете. Если вы кто-то на глаз не умеет делать, кому-то... У меня подруга, кстати, есть такая. Вот она такая дотошная. Ее не устраивает. Рецепты на глаз. Ей обязательно нужно, если она приходит у меня, понравился, скажем так, суп, она будет расспрашивать вплоть до того, сколько я положила туда морковки, сколько положила капусты. Практически все по граммам ей нужно рассказать, по количеству. Так. Опять промазываем. Можно, забыла, можно немножко посолить картошечку, чуть-чуть слегка, потому что она, картошка в мундире, она не соленая, чтобы вкус был. Так. Уйдет, наверное, даже банка майонеза. Тут я смотрю, столько майонеза уходит на него. Так, промазали. Опять берем горсточку гранат и рассыпаем так слегка, 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 слегка припорошим. Видите, так вот слегка припорошила. И так же беру лук, слегка между гранат. Следующий слой у нас морковь идет. Ложим морковь. Люблю в таких прозрачных салатниках делать салат, когда все-таки слои все видно. Морковь уйдет вся. Вот у меня сколько было? Пять таких средних морковок. Морковь ушла вся. Даже, ну, практически чуть-чуть не хватило. Так, немножечко. Так, разровняем. Подберем ее всю. Покажу вам. Ну, вот. Так вот. Чуть-чуть там проглядывается где-то гранат. Ну, ничего страшного. Опять мы майонез. У нас... Ой, майонез здесь густой такой. Ложка стоит в майонезе. Не жидкий. Еще чуть-чуть. Так, следующий слой у нас мясо. Ложим мясо. Я его нарезала. Можно даже было чуть-чуть помельче. Ну, ничего, сейчас так я его мясо немножко разомну. У меня заговорила, да, что курочка у меня, грудки. Кто-то не помнит. Все, что-то, все, тороплюсь, тороплюсь. Поэтому даже забыла, сказала я вам, какое мясо. Так, у меня грудки. Опять майонез. Да, хорошо, жиденький у вас там майонезик. Раз-раз накапал и размазал. У нас он плохо размазывается. Так, я думаю, что хватит, припитается. Так, и опять слегка присыпаем гранатом. Так, вот, в краёк. И лучок. Лук, наверное, вот лук в этом слое будет последним. Сейчас будет идти яйцо и сверху гранат. И лук уже не нужен будет. Ну, я не стараюсь его выложить весь. Там у меня ещё он остался. Лучок остался немножко. Всего не понемножку осталось. Осталось свекла, осталось немножко картошки. Сейчас выкладываем яйцо. У меня сколько? 4 яйца было. Сейчас посмотрим, уйдёт он весь или нет. Да, я думаю, что, наверное, яйцо всё уйдёт. Да, 4 яйца ушло. Все уши и яйца. Так. Так, смазываем последний слой майонезом. Так, смазываем, яйцо. Ну, как в камеру не поколотить, как не пошуметь. Особенно на кухне ложками не постучать. Так, вот. Так, всё. Смазали последний слой. И выкладываю уже на остатки граната. Гранат я, скорее всего, весь выложу. Чё его оставлять-то? Гранатом салат не испортишь. Конечно, тем, кто не умеет есть гранат с косточками, такой салат лучше не делать. Потому что вы, бедные, только намучаетесь. Это для тех, кто умеет есть гранат с косточками. Вот так. Ну, сейчас я всё приберу здесь на столе и вернусь к вам, чтобы показать его во всей красе. Так, девочки. Ну, вот так вот выглядит салат, приготовленный уже. Вот так вот сверху. Гранатики, конечно, так себе на вид. И вот эти слои у него. Люблю этот салат. Готовлю уже, как говорила, 18 лет его. Очень нравится. Все дома у меня, все домашние делают. Все мои сёстры его любят. Все дома делают. Кто ещё не умеет его, пожалуйста, дарю рецепт. Пользуйтесь. Ну, вот, девчонки, прощаюсь. Видите, как обычно, вот муж вот так вот и смеётся надо мной. Я вот всё время вот так вот рукой делаю, как этот, как китайский болванчик. Ну, не знаю. Короче, прощаюсь с вами. До скорых встреч. Всех люблю. Всех целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok